Встреча с депутатами и чиновниками стали доброй традицией для молодёжи города в рамках проекта «Шаг». Так, сегодня в 34-й школе учащиеся общались в формате открытого диалога с начальником Главного управления воспитательной работы и молодёжной политики Министерства образования Беларуси Эдуардом Томильчиком. Главной темой занятия школы активного гражданина стала политическая грамотность будущих избирателей. Чтобы молодёжь знала о тех событиях, которые происходят в Республике Беларусь, что, как, чтобы она умела не только получать эту информацию, но и размышлять над ней и делать какие-то выводы. Это основная задача. Эдуард Валентинович поделился впечатлениями об учебном заведении и выразил мнение, что здесь созданы все условия для отличной учёбы и комфортного пребывания школьников, а ещё для занятий спортом. Чиновник рассказал о себе. Сам он родом из Слонима, служил в погранвойсках по образованию филолог. Ребята могли задать гостю интересующие вопросы и получить на них полные и исчерпывающие ответы. Проект «Школа активного гражданина» – это очень интересный проект, который позволяет молодёжи пообщаться с людьми из власти. Это позволяет развивать гражданскую позицию молодёжи. Нам дали какую-то установку нашему молодёжному парламенту, совет, который мы примем, и я надеюсь, что мы постараемся сами как-то реализовать его. Ещё одна встреча прошла в первой гимназии. Здесь учащиеся пообщались с председателем Бобруйского городского совета депутатов Михаилом Жолдовым и его заместителем Верой Широкой. Гости рассказали о деятельности местного самоуправления и его перспективных направлениях, одной из которых – работа молодёжного парламента. Эти встречи, они важны, в первую очередь, для меня, как председателя, чтобы понимать, какие болезненные вопросы сегодня есть в молодёжной среде. А для молодёжи, безусловно, они важны, в первую очередь, тем, что есть непосредственно напрямую возможность пообщаться с председателем городского совета депутатов. В преддверии такой политической кампании, как выборы, это очень важно и актуально. Молодёжь должна быть подкована, она должна знать политическое устройство своего государства и активно принимать участие не только, скажем так, в избирательной кампании, но и вообще в политической жизни государства. Людмила Любимцева, Андрей Богдан, Бобруйск, 360.